Добрый день! Сегодня мы будем садить ежевику. Для этого мы подготовили специальную яму. Я уже ее засыпал. Сейчас примерно вам скажу. Яма где-то была 70 на 70 и полметра в глубину. Мы сделали здесь вот такой бортик на 20 сантиметров, который у нас оградит наше растение от различных сорняков. И в том числе от этих диких цветов непонятных. Значит, мы выкопали такую большую яму. Сыпали туда такой торф, что-то такой низкокислый. Сколько PH? PH здесь идет около 4. Сейчас так расскажу. 3,5-4,4. Вот. Ежевика у нас тут любит расти где-то PH 6,0. Для этого я смешал с такой бодовенной землей. Вот. Разница на 1 PH это 10 раз кислотность отличается. Значит, имеем такой сегодня саженец. Я не знаю, что это за сорт. Вот. Но сорт шикарный просто. Она просто. Ягода очень большая, крупная. Скорее всего, похоже на поло. Вот. И помещаем сюда. Он имеет такую отличную корневую систему. Саженец, похоже, уже имеет третий год. Вот. Ответвлен от моего того пуста. Потом я вам покажу. Вот. И садим его сюда. Немного низко получается. Надо так, чтобы у нас корневая шейка где-то была на уровне предыдущей посадки. Где он был? Так, смотрим у нас побег-замещение, где молодой. Идет в эту сторону. Так мы его сразу сделаем, потому что будет поставлена шпалера в будущем. Поэтому вот здесь вот есть маленький такой побег-замещение. Мы его сразу направляем в ту сторону, чтобы нам удобно было его к шпалере потом приделать. Потом, когда закончим эту посадку, я вам покажу материнский куст данной ежевики. Вот этот от росточка оборвался, может попробуем его потом укоренить. Все, засыпаем. Ну, еще раз повторю, что ямка я вам полностью не показал, но она была вырвана, ну, получается где-то 80 сантиметров шириной. Сюда где-то 70 сантиметров. И глубина где-то порядка 60 сантиметров. Вот. Ежевика, потому что у нас долгожитель, она может жить и плодоносить на одном месте, ну, не знаю, до 20 лет, то спокойно. И при хорошем удобрении, при хорошей почве один куст может давать порядка там ведра ягод. Поэтому здесь уже мы не экономим. Хорошо утрамбовываем. Вот. В дальнейшем я, когда куст уже приживется, и будет это все видно, что он прижился, да, я срежу вот эти прошлогодние все побеги. Я ставлю побег-замещение. Ну, чтобы куст тратил энергию на развитие корневой системы. Если не срезать, то будем иметь в этом году ягоды. Это достаточно крупносортный, бесшипный сорт ежевики. Вот. Достаточно ценный. Потом покажу вам материнский куст. Засыпаем. Значит, дальше мульчируем еще таким торфом. К сожалению, здесь уже остатки. Надо еще будет подсыпать. Ну, после того, как мы их посадили, прольем все это. Прольем по краям, чтобы не оголять у нас корни. Прольем по краям я замульчирую торфом и свежескошенной торфой, которая чуть-чуть подвянулась. Вот это уже посадили мы второй курс. Первый куст был буквально посажен полчаса назад. А сейчас перейдем, я вам покажу материнский куст, который в этом году. Вот это материнский куст. К сожалению, я не знаю, что это за сорт. Остается только догадываться. Но это бесшипный сорт. Вот достаточно такое обильное полдоношение. Вот побеги мощные. Внизу порядка полутора сантиметров. В диаметре. Уже есть цветочки. Да, цветет. Здесь очень достаточно. Я вот по 10 сантиметров ягоды большие. 10 сантиметров? Да. Хорошо. Все? Птички боют, да.